настало время нам покидать остров кочанг и вот мы по дороге встретили вот такую картину две собаки причем одна черная бежала за ними не хотела оставаться дома и догнала я тоже туда запрыгнулась и они потом уже очень быстро поехали на половину пустые даже второй фэйри приехал по этому поводу у меня даже такое ощущение что он этот паром едет сейчас немного быстрее из-за того что с нами скоро здесь вообще пусто остров остался пока обезьянки пока все может быть мы к вам еще вернемся возвращаемся в сторону бангкока сейчас сторону паттайи и здесь есть вот как раз где поворот на соль где поворот на этот рынок здесь поворот на причал здесь есть такой рынок здесь рынок чисто для сладко для тайцев на нас все смотрят как будто никогда не видели и и это не не такой рынок не туристический то есть здесь нету туристов нету белых людей мы звезды дают рыбок сара смотри рыбок продают по 5 бат одна рыбка 5 20 да вот это глисты глистов продают они интересно сколько стоит а вот по 35 бат крупный крупняк а это 300 вообще стоит поездка мне кажется джинсы видишь на самом деле да пойдем манга по 10 короче это рынок для тайцев и здесь все так дешево я прям вообще в шоке здесь нет ни одного белого человека чипсы из бананов да ты попробуй сначала чем он той трай 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 да 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 жена еще не хотела идти ну и чё как на вкус они не сладкие не сладкие для пива не не вариант но и вкусно не понравилось чипсы это может это не из бананов чипсы а вот смотри только нарубили и сразу принесли сюда зеленые по 20 бат русы почему ты думаешь что это банановые чашки смотри как у нас на барахолке мы останавливаем движение да они не против веселое место такое если будете ехать в сторону кучанга обязательно заедьте это вот поворот вот этот на на пирс вы не проедете этот рынок я так вот здесь даже секонд-хенд есть смотри женя бушная обувь пятницу или еще какие-то дни здесь такая типа ярмарки проходит мне нравится то что здесь нет ни одного туриста ни одного белого человека и здесь какие-то все распродажи где вот это они все берут и такие 9 там 14 то есть здесь не так если где-то в туристических местах то там либо 10 либо 20 не оканчивая не нету такого там по 25 чё-то или по 29 комары кусаются банана вот сколько интересно стоит банан а смотри лимонграсс да она мне сказала что-то но я не знаю что сказала яблоки до манго но это целый килограмм а вон креветки смотрите сколько стоят на самом деле креветки чашка такая креветок большая стоит 100 бат вот как с мою руку вообще на нас все так смотрят я вообще в шоке кальмарчиков не хотите кальмарчики ну ты же кальмаров любишь 35 бат стоит целый кальмар вот по 40 почему вон блинчики смотри мини блинчики красивые какие видишь на чё смотри а бананы тоже жареные а вот яйца яйца видели как надо варить надо яйца вот так варить а чё яйца тоже не хочешь яйцо смотри видишь его сварили как по-особому мне кажется она очень вкусная давай рискнем давай просто попробуем реально куриц утки смотри вот опять лапы эти а вот смотри же самое вкусное вот это самая вкусная вкуснятина ты чё выбираешь это пробовать или лапы в мешках чё чё это попробуешь а вот это чё за фрукт такой ни разу не видел вот по таким рынком надо ходить ребята где нет ни одного туристического нет ни одного туриста вот это я понимаю грына а то что у нас там где мы живем в паттайе еще чё это это вообще не вариант 3 смотри это курица и и полностью закинули живую в этот в кляр а теперь шинкует видишь с головой вместе со всеми смотри капец она и шинкует сколько интересно стоит я не знаю сейчас узнаем как раз сколько стоит там соль соленая вода короче да мы выяснили что 20 бат кампан ага мы выяснили оказывается что 20 бат стоят две кукурузы шашлычки angry birds видишь чё думаешь такое будешь есть всего такие у них видишь петушок по-по-по добегался да они здесь ничего не выбрасывают ничего у них это бананы 30 бат стоят вот такие большие рыба крабы вот я не знаю сколько это одна или килограмм 120 красная рыба здесь любят кушать вот такие цены на рыбу в общем а здесь чё за холодец это кому чё надо выбрали уже тайцы все в шоке они реально не видели походу никогда вот опять курочка женина любимая вот такая мантоварка должна быть видите вот это я понимаю нормально вкусняшка это шоколад что ли что-то масло какое-то интересно да похоже похоже да очень длинная рыба я не знаю как она называется вот одна осталась салатики разной а вон этот видишь завтрак туриста блюдо такое интересное с собой заворачиваю кальмары по 220 здесь здравствуйте бабушка а вот здесь тоже эти смотри шей сара смотри шень вот скелеты это я вот собакам такое покупаю но без шеи правда да а вот смотри с кишками с яйцами сомики всякие разные ничего страшного вот утки по вот жуки точно жуки вот по 90 они замороженные какие-то один вон дрыгает лапой еще смотри там нет вон лапой а сапога чё чуть взять по одну вкуснечиков вы шарен а а чё нормальная еда вот покупают люди нормально почему вот только что женя хочет осмелиться какая-то я уж куча смогу их съесть вообще без проблем здесь тоже чё-то я даже не знаю я даже многого не видел никогда такого первый раз вижу в мешке можно купить вот варят супик варят в мешочках вот этот он ям по моему если я не ошибаюсь жуки-пауки без головы рыба главное кишки не достают а головы повырывали нет это маленькие перепелки или еще что-то типа этого будешь такое 25 или 2 а чё она может вкусная быть это маленькая птичка цыпленочек не хочешь прикол ну лапу можно вот здесь купить вот здесь готовой кисть курица чикин чикин помочь там а чикин прайс из чего это готовят мне кажется это какой-то какая-то лапша ничего вообще я не знаю почему я не знаю сколько он давал сара не трогать 20 бат стоит да ты будешь это пить она сразу ей понравилось я не знаю вообще что это съедобная несъедобная но она со льдом thank you thank you давай пробуй только мнение вот так держи ровно дням сладкая сладкая да дай попробуем я даже не знаю что это чё сладкая какой там чё а что там внутри или что это вообще где цапли цапли какие-то маленькие хочешь попробовать да это реально цапли смотри не знаю это наверно где эмбрионы ну чё сара ты в шоке да да ночью будет полный грузовик битком набит ананасами по трассе мы сейчас едем в сторону бангкока в сторону паттайи здесь есть кафе здесь есть даже вот такие всякие фрикадель очки которые они жарят есть 711 там же не побежала сейчас туда банкомат есть бесплатные туалеты бесплатные туалеты для инвалидов покажу как выглядят здесь можно просто помыть руки как выглядят туалеты в стране чистых туалетов о ящериц вот есть такого типа туалеты и есть такого типа туалеты все чисто вода есть можно купить что-то там внутри можно и здесь съесть сразу на лавочке узнать свой вес такую еду они здесь продают сим-карты здесь можно купить круче все здесь что хочешь для людей для народа диски всякие разные музыка фильмы гигиена косметика мороженое лед обязательно везде можно купить за 8 банк везде продается вообще без проблем о слушайте нам вот такая штучка нужно конфеты очки головные уборы памперсы алкогольные безалкогольные напитки всякие разные орешки а кстати алкогольных напитков здесь нету потому что это заправка здесь не продают алкоголь вот эти все штучки разные витамины коллагены как в японии всякие разные йогурты сэндвичи готовая еда сладости игрушки вот купили ребенку мы оказались в бангкоке тут вообще такое сумасшедшее движение так много машин такие развязки крутые женя ехала ехала потом говорит все с меня хватит едь сама едь сама такие мосты прям вообще крутые многоуровневые многоэтажные и сейчас вот полдвенадцатого ночи а машин немерено машин вообще очень много что ты думаешь завтра лучше своим кодом двигаться или машин ну в зависимости от того где мы будем жить вот сейчас мы едем допустим на втором этаже да красиво шесть шестьсот метров держитесь пожалуйста заблудиться вообще проще паре на лепы в этом бангкоке дороги по ночам поливают чистят убирают эти приручили ребята обезьяну и у них на макете на плече обезьяна там человек у них эти обезьяны это место домашних животных что хочешь обезьяну? собачка только как человек что он хочет палку сломать? пах ха ха чё ха привет привет как дела привет привет да 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 всем доброе утро всем привет мы сейчас находимся в бангкоке у нас сегодня здесь первый день мы приехали с Кучанга решили в один момент просто поехать уже в сторону пакетов но самой оставили свою машину в отеле на парковке и решили погулять сегодня поездить на метро ходим здесь удивляемся столько вообще всяких конечно интересных моментов встречается бангкок это однозначно город контрастов напоминает чем-то наверно мумбаи деле где морг могут шикарные непоскребы быть рядом с трущобами существовать вот так по соседству вообще без проблем возле каждого комплекса охранники сидят вот такого более-менее нормально чтобы никто не заходил здесь очень сложная структура дорог мостов легко вообще заблудиться запариться поэтому я решил не заморачиваться просто оставили машину возле отеля электрические эскалаторы тут же рядом люди живут вот в таких трущобах и вот как я вам говорил там могут быть шикарные отели шикарные квартиры с бассейнами на балконах и рядом вот тут такие трущобы ну это конечно не совсем трущобы наверное немного неудачное сравнение но бывает в общем вот такое тро у них очень чистое вообще таиланд страна довольно чистое вот что нельзя делать нельзя вот таскать вот эту еду в мусорить и так далее ну в принципе ничего особенного есть и пить тоже нельзя стоимость билета от 10 до 50 бат в зависимости от того куда вы хотите ехать вот такой security check point это как раз вот все что на мне находится нужно снять кепку очки вот саре уступили место оценки варимать в вагонах чисто метро у них здесь никто не толкается не пихается холодно прохладно хорошо работает кондиционер и цивильное метро но не дешевая у нас в алматы гораздо дешевле но это наверно из-за того что мы просто дал далеко будем ехать station national station terminal station thank you вот вот это мбк центр мы сейчас сюда идем шопинг-центр хотели доехать на машине но я чувствую мы на машине вы до вечера сюда ехали выгодно менять по 100 долларов а по 5 по 20 по одному по два вообще не выгодно поэтому берите с собой крупные деньги и российских рублей здесь нету российских рублей вообще в обменники не вижу что за фигня пишут что здесь самый дешевый комплекс вообще самый такой здесь типа все можно найти и поделки оригиналы ну и цены самые такие хорошие изделия всякие разные и золото и бриллианты в общем все все что угодно здесь продается и платья и электроника и сумки чемоданы биркин конверс вот так прям продается пленки клеенки здесь хвалили фудкорт потому что здесь много разных людей иностранцев и здесь разная кухня такая разнообразная особо есть официальный магазин nikon canon бы найти такой здесь все сумки любые объективы сара ничего не трогай ладно круто здесь есть любые объективы даже по-моему бушные есть объективы любые тушки есть а вот колпачки вот эти которые женя постоянно теряет макбук секонд-хенд смотри это все секонд-хенд же не дали новый объектив она сравнивает ну и чего чувствуешь что-нибудь правда разница она не чувствует никакой до 31 декабря действует такая система что если мы потратим 300 бат и покажем свой паспорт они дадут 20 бат диска скидку дадут здесь есть тайская еда вот такие сеты по 170 по 160 бат разные здесь с лапшой с креветками по 150 вот такие с рисом по 130 сара вот это любит рыбина целая курица целая меню барбекю это халал чикен да да курочка вот они рекомендуют такое такое попробовать здесь разные и рот его тоже продается даже пицца здесь есть под спешил промоушен если купить два рейтингер то а тут один дадут бесплатно еду в индии такую готовят очень вкусно рыбка там печь тандори есть такая зона наверное типа даже как ресторанная какая-то то есть здесь нету кипиша такого суеты для туристов туристическое место но цены я бы не сказал что здесь низкие шашлычки такие красивые а здесь что происходит здесь картешники собрались покер-фейс они играют в карты но у них заместо карты какие-то изображения разных драконов там еще что-то да да все можно найти даже с такой же этикеткой как тебе присылают что ножки вот вот чем она отличается ничем же не отличается это женя говорит отличаются мне кажется ничем они отличаются все так же выглядит но стоит гораздо дешевле фотографируют переотели ее теперь фотографируют так и под валентина манула бланк дольче габбана джимми чу в таиланде прям посреди улицы стоит вот такая штучка можно попить воды ребята разуты здесь гуляют по карте по бумажной карте кто сейчас вообще гуляет гугл же сейчас есть надо гуглом пользоваться таксибайк красивый красивый показывает какие у него там лампочки на карту и вот на этих таксибайках есть от всей парни и ребята и девчонки даже садятся проехать стоит копейки сейчас я видел подвезли одну девочку она 30 бат заплатила я не знаю сколько ее везли ну я думаю нормально ее провезли и с транспортом в общем здесь никаких проблем нету то есть я думаю здесь настолько все развито что даже плане транспорта что даже не обязательно иметь свой транспорт можно всегда кататься на общественном смотри тайц альбинос вон спереди беленький шлычник так интересно здесь сделал у него главное дым собирается он включил вентилятор такой большой и все туда летит колбаски шарит зашли сейчас тут в одно место интересное ты видишь здесь иклана живет они ее выпускают здесь периодически эй иклана привет а чё она сделает куда ну а чё будет а чё будет а чё я сделал смотрите здесь какие-то интересные места до сара звезда здесь какие-то петушины из бои игуана сады вон велосипед стоит здесь они кушают здесь дорога была но они вот так решили смотри колбаска они здесь и сушат сразу белье свой капец да да здесь так такое место трущобная и вот она как раз река по ней курсируют лодочки такси лодочки вот я сейчас хочу найти эту такси лодку чтобы она нас туда отвезла в ту сторону вот здесь есть даже дорога мы находимся здесь потом она поплывет или сюда или сюда центральный пьер здесь есть вода очень грязная в реке они потому что сюда и мусор сливают и все на свете вообще на в какую сторону плыть или пофиг на прервы попавшиеся а ну вот здесь есть стоимость самая дорогая стоимость это 20 бат от 10 до 20 бат очень дешевая а чего бояться прям вообще она шурует я думаю она хорошо капитально здесь разгоняется ну правильно они вот лодочные каналы вот эти могут оставить и здесь никаких пробок ничего нету корыто там они по моему и жрачку как раз сразу продают и все на свете вот люди а нет еду из них не продают нам в другую сторону ты видела как они сели туда все прикол отойти отойдет видите они подходят завязывают вот так все теперь запрыгиваем сара иди сюда быстрее держи назад идите вон вон там труба есть капец мы пигачим он еще так разгоняется с такой скоростью это лодочник сидячие места правда я не знаю как туда попасть здесь у них топливо сразу хоть и в бочках разгоняется вообще нормально вон там опять люди забегать начнут запрыгивать выпрыгивать видите все погнали все вон там вон там все ломятся все побежали побежали сара давай давай быстрее 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 в воду не провалить я вообще в щеке я все понимаю конечно ты видела такой хоть раз жизни где у него руль тут руль как на машине капец газ там есть тормоз внешне ощущение такое не для слабонервных но я советую прям рекомендую настоятельно всем проходить на этой лодке мне потому что очень сильно понравилось стоит что-то около 20 бат 15 бат вообще копейки сущие очень дешево ну очень сердито тук-туки опять на нас нападают полиция армия сюда по моему в эту сторону а вот здесь золотая гора как он реально вообще деловой на этой посудине смотри разворачивать а сбой она такая мощная там две бочки с топливом смотри разворачивает разворачивай задний ход конечно каждый день на ней носится задний ход сара тебе понравилось вот он сейчас назад и потом опять в ту сторону поедет решили сделать привал небольшой вот в такой кафешке как они здесь стряпают рис обжаривают все прям на улице бульончик у них здесь чисто все красиво само вкусно на мой взгляд кушать в таких уличных местах потому что здесь хорошая проходимость и они стараются даже на английском есть меню здесь в таиланде нет нигде влажных салфеток и вообще ничего такого то есть нигде невозможно помыть руки перед видой я изобрел один интересный способ заказывайте лед вот у них здесь есть везде и прям прете его вот так как мыло и получается он моет вам руку очень удобно сеньки вот так выглядит блюдо под тайм это с креветками с лапшой с этими овощами здесь есть арахис очень вкусно обязательно попробуйте нужно поливать вот так лимончиком лаймом здесь есть проросшая пшеница на каждом столике есть вот такая бумажка с ручкой на веревке с надписями вы здесь ставите сколько вы хотите один два три там и так далее так далее здесь пожелания свои пишите со специями без специй и отдаете ему он вам это все в общем этот приносит то что вы хотите очень удобно я не знаю почему у нас еще в алмате до сих пор до этого не додумались еще они ставят сразу на стол две бутылки воды и пепси то есть ну и конечно здесь специи всякие разные соль и так далее палочки прям на дороге сидим прям на тротуаре вот тут они кушать готовят тут режут что-то собаки то спят тут же у них мусор яички варят мы чуть-чуть не дошли тут вообще такое место интересное чары вары настоящие прям у него он с одной стороны и омлет шарит варит варит и лапша у него тут же колоритное такое место завернул все летит вообще остановки нет никакой вот сделает оладушек блинчик начинка завернул перевернул готова здесь лапшичка какая-то стряпается но это вообще место мега популярная я так скажу вот это то что он делает они сразу чтобы по весу все было перекладывают на чистую обязательно целая очередь очередь смотрите это все он все люди в очереди стоят чтоб туда зайти а здесь сладости вот видите очередь оттуда вот и вот так вот туда здесь тоже блинчики кежа прям на дороге лежит человек собаки человек собаки пошел-пошел еще главно важный такой походкой пошел все понятно не беспокоить человек убрал руль от мотоцикла оставил колесо заднее колесо сиденье и мотор и все вот эти органы все управления он сюда перевел здесь тормоз газ аккумулятор вон там таиланд отличается от казахстана или от россии вот эти все ребята это полицейские они взяли себе лапшу какие-то бич пакеты и кушают на полу тут навесить у них и они просто питаются реально так ужина я бы хотел посмотреть дело у нас казахстане бы чтобы вот гаишник или там полицейский или где-то в россии увидеть полицейского вот так сидя на полу с палочками кушает лапшу еще такой худой подтянуто это вообще нереально они здесь уже наведили улицы лампочки у них такие прикольные автобусы я хотел зайти с снять видео для вас не получилось он уже уехал а внутри так все и разукрашенной снаружи тоже у них гуляем по центру бангкока и нам наткнулись на вот этот монумент и мне вот стало интересно что это я открыл в картах google оказывается это монумент демократии есть добрые кошки попадаются есть злые вот это прям добрая хотела чтобы ее почесали или честнее сделали я даже не знаю черная кошка холодная у нас нечего тебе дать 9 часов вечера что можно сделать поиграть бандентон причем не молодые уж такие ребята но она его загоняла но она его загоняла но она его загоняла а это кто hello big small big small how much 100 this one 100 all any 50 50 50 100 100 50 скорпионы вот здесь их много продают да 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 ес 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 food very tasty сразу ребенку дают хорошо что у нас сара воспитаны хитрые такие ребенку сразу дают что его ребенок хапанул мне не нужен google моя жена знает все на свете даже не ты че знаешь что на свете женя очень любит дуриан да я в принципе тоже люблю вкусный вкусный фрукт правда вонючий да но с алкоголем он не совмещает не совместим а вот ресторан какой-то их построили объясняют как им надо сегодня работать как обслушивать клиентов развод в общем такой курицу цыплят жарят устрицы даже есть интересное место такое колоритное но очень много туристов я не люблю когда много туристов ну да хочешь можешь съесть его а вот мобайл-синема смотри придумали мобайл-синема ставишь туда миг свой телефон и она становится большое нормально и на уценки хватит у него так чисто здесь вообще палки еще сары сеньки венки за 200 тенге вот такие но подождите чуть-чуть куда вы торопитесь мама все съест подождите сейчас остынет мама все съест сара ты че делаешь шоколаде сара в шоколаде есть класс прям как у меня был помнишь когда ты пить и маней работала я к тебе подъезжал на таком помнишь или нет даже цвет такой же ты че не помнишь 40 тысяч долларов он тогда стоил даже мотор такой 6500 а что было тебе важно а смотри это те как хочу здесь происходят из макдональдса решили здесь открыть свой тоже этот ресторан и посмотрите ни одного человека нету реально ни одного человека нету в макдональдсе ты видела такое ну там есть кто-то парочка это даже этот похож на тайца мне кажется они неудачное место выбрали для открытия своего ресторана быстрого питания потому что здесь повсюду еда и решение будем пробовать жуков пауков сороконожек всяких ты чё будешь пробовать кузнечика ладно пойдем в другом месте возьмем здесь я ничуть не разрешили фотографировать я не знаю почему сара сара дай петель сара элло заводика надо чищая филара а а здесь что происходит киносъемка какая-то кто-то приехал сюда какие-то ребята с микрофоном со всеми делами интервью что ли у него берут сейчас кто-то будет делать а какая-то ведущая она какая-то ведущая сейчас будет делать себе татуировку и они тут прибежали все с камерами снимают ее как она делает весь и как снимают телепередачи как надо лапшичку готовить у нее там 4 вида лапши 4 сорта я лишний раз убеждаюсь в том что уберу лет вот его номер телефона мой вернее номер машины фонда сити это такая же как у нас промокод мы вам оставим на бесплатную поездку даже не промокод оставит на бесплатную поездку то есть мы зарегистрировали в скастане наша карточка привязана в казахстане мы спокойно можем здесь и он недорого стоит мы чтобы сюда приехать заплатили 150 бат за троих а потом мы с посмотрели сколько бы это стоило на выберем мы приехали на метро с остановками вообще не комфортно а на машине это стоило бы 100 бат всего лишь здесь очень много таксистов но мы не знаем сколько стоит отсюда вот допустим доехать до тутова и любой таксист может там сказать 200 300 мы сколько сколько угодно а выбери уже все там рассчитано то есть здесь нельзя не поторговаться не дороже не дешевле сделать и это очень удобно потому что система рассчитывает и как правило эти цены самые низкие и это очень удобно потому что еще это работает по всему миру можно хоть где заказать такси она приедет и отвезет вообще без проблем мы видим где эта машина едет она прям подъезжает час да он сейчас здесь развернется здесь нас заберет в одной минуте от нас и повезет на цветочный рынок он нам он нам хоть он остановился он нам хочет позвонить нет а нет он просто стоит там видите затор я как раз вижу это место он там сейчас развернется и нас заберет и мы поедем этим мы это не вы да это не вы даже такси с пробки до сара это не вы капец а вон он вон он пошли вот он как раз приехал видите на убери в таиланде да женька и причем это стоит столько же сколько проехать на метро если вообще не дешевле водитель так аккуратненько едет молодец машина у него чистая приятно пахнет дело в том что вы можете не разговаривать не на тайском не на русском вы можете быть вообще глупо немым человеком и спокойно пользоваться убером потому что все происходит через компьютер через телефон через кнопочки ставите место расположения где вы находитесь ставите куда вам надо приехать и вас привозят это очень удобная система убер эта компания очень богатая с огромной капитализации 50 миллиардов долларов у них капитализация больше чем у газпрома и у них очень умная система они некоторых случаях даже доплачивают водителям делают бонусы мы сделаем ну мы сейчас в общем приехали на цветочный рынок будем тут про цветы рассказывать показывать же не думал он два часа ночи открывается на самом деле он открыт до круглосуточно работает вот здесь каких цветов только нету очень большой рынок очень много цветов восьми цветочек ценки у кабанга деньги варимать сара скажи сеньки саре дали цветов сеньки варимать саре дали цветочек сары можно на халяву везде прокатить ей то цветов дадут переверни переверни и иди скажи тетя сеньки молодец супер и рынок молодцы почему туристы вот не приезжают в какие-то такие места где нет вот этого сумасшествия где нет белых лиц надо ездить вот по таким рынкам красиво у них мешками здесь прям все букеты навалены завали на всю саду инки сайту сары уже два цветка мне кажется они ничем не пахнут они не пахнут они вроде бы цветы есть но они как будто бы искусственные потому что запаха мы вот сейчас находимся на рынке запаха вообще цветочного нету заметила вообще ничем не по ну вообще запаха нету просто палками какими-то пахнет и все короче красиво все но запаха нету сеньки сара счастлив ты здесь букет соберет сэйки варимать сара сейчас сара держи их ровно ровно держи а там соли 30 . уже вот это часа цветы такие дорогие смотри по 100 по 200 бат да они красивые но они дорогие то по моему лилии какие-то лечо у них много лепестков смотри цветы по 200 бат то есть это наверное самое дорогое что здесь есть сара а вот вот эти цветы видишь они спят и они по моему распустятся прикол да они здесь по сортам по моему а вон там бананы пачками целыми пойдемте бананы посмотрим смотри делают букет и букет и тела смотри сара отойти 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 коляске сеньки варимать смотри как она с тети потрогайте потрогать вот 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 а фото сару фото цветами сеньки пиньки цветочные олигархи подарили дорогой нам цветок сколько он интересно стоит я даже не знаю они прям вообще цветочные бароны здесь а вот можно в целую пальму купить до целую целую пачку сара сара смотри 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 сара танцует танцует сара танцуеток еще не все скажи сайте скажи секи ну ты блин крутая звезда если скажу вообще молодец что сара понравилось здесь здесь мы сейчас идем гуляют по банк доку я смотрю карты куда после нас останавливаются приостанавливаются такие ребята да и и короче один пытается схватить его мы до хватка в этом малайзии у меня же сумку угнали я еще думаю блин может тут тоже так и специально сумку вот так по-другому держу в руках да 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 специально чтобы за веревочки кто-то схватил вот так в общем он чуть не угнал но вова такой ловкий он его такой чик обратно представляете это наша добыча да ладно давай походим весело же смысле здесь везде так просто мы 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 принимаем это привлекаем внимание ну мы же туристы тем более ты чё нифига себе тут они к нам больше не подъедут карту ходил смотрел да ладно весело было четверто крепко держу как он его вообще думал как как он ну как он ее вырубит и что вместе со мной главное полицейские везде а тут эти на мотобайках до банкок небезопасно согласен я не знаю почему все люди спят ты понимаешь главное у них пяточки такие беленькие видела интересно у тайца фору и сумки но видишь они все через плечо носят все через плечо но у них привычка с детства через плечо носить для неправильно припаркованных машин главное она сделана из арматуры все все как положено штраф все выписали но его перекусить можно вообще без проблем у них какая-то здесь система странная они главное здесь тачек своих на парковали а уехать теперь не могут нужно либо заплатить сначала либо что сделать чтобы их выпустили вот они все вот эти машины в ряд стоят телефон неправильно держали а главное главное смотрите смотрите тойоту запарковали а мурсика не запарковали с красными номерами до хондуса а может он позже приехал потому что вот эту туши не тронули да это не дуриан похоже полкилограмма 500 стоит пятьдесят пятьсот деньгер вот он все врачи наверно вопрос один раз обошлись купили неспелый супермаркете а вот туриан рядом рядом татуриан вот надо выбрать когда ты не пьешь и я не поеду да он очень полезный очень дорогой 580 бар растет он вот так выглядит мы в шри-ланке один раз видели ехали по дороге и обезьяны прям на дереве раздерпанили один из вот таких фруктов и прям ели оттуда чё купим вот такой целый давай давай смотрите черешня какая она очень большая она реально вот с палец мой даже больше моего пальца у меня пальцы не маленькие они заворачивают вот специальный как конфеты они их продают языки свинячие поросячие продают очень вкусно наверное но для меня сон завешает скажет нам вот два с половиной килограммов файл ангрет 500 все в очереди стоят вот это все люди все вот эти люди стоят в очереди что там что-то съесть я даже не знаю что что их как может быть земля может быть многим платят увеличенная копия роликс или какие-то такие дорогие часы а мать снислан а мать войны три с половиной тысячи бат стоят типа только 100 долларов то здесь конечно столько подделок за копейки можно купить любую любую подделку хоть на что часы вообще любые хорошо что я вот этими делами всеми не болею здесь вообще весь зоопарк три ханга вообще сто пятьдесят стоит нам здесь пост по триста впаривают нормально чё увидели туристов решили срубить бабла целая улица рядом с это потом рядом с улицей потом есть гейская улица там только гейские бары и все мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации да, Женя говорит, капец, сколько мужиков проработает оказывается вообще просто там даже не скажешь, что они ему не надо Женя всегда слиться я ей говорю, здесь геи она говорит, нет, нормальные Садамаза Эй, ты должен приехать в мою бар одну ночь да, да, да Садамаза Вау Смотри, какие суровые холодильники Суровые, может так надо Никто не берет эту продукцию Да, они здесь им нафиг все заморозили Вот попробуй вытащи хотя бы одну Невозможно Миссия невыполнима Нас сейчас прокатил водитель Uber на 50-ке на Camry Женя до сих пор в шоке Женя говорит, я о такой машине мечтаю Что за бред, да? Вообще надо, вообще надо Вообще Нас еще только вот на Прадике не катали Да И на Лексусе Да, ну на Лексусе мы ездили тогда с Меги Что, не помнишь? А я не помню Мега спряталась Думает, мы ее сейчас не достанем Думаю, мы ее сейчас не достанем Давайте ходим Что вы как маленькие? Пошли Отстаньте от кошека Оно дразит Как тебе? Оно дразит Зевает, да? Такое красивое оно Теперь как она на Зару смотрит А ну, Зара, а ну подожди Это и девчонок хочет от Зары Она только в нее смотрит А не попрыгает Отморозки, блин, пошлите Кота довели, блин, до истерики